Всем привет и добро пожаловать во вторую часть урока по созданию в Гудине такой биологической абстракции. Мы с вами сделали вот такую анимацию. По венам двигаются утолщения с разной скоростью, с разной частотой, что давайте продолжать. Для начала создадим камеру и будем настраивать уже какой-то финальный вид нашей анимации. Выберем место, с которого мы хотим смотреть, допустим, где-то здесь и с control щелкаем на камеру. Вот у нас появилась камера. Я думаю, что нужно сделать ее более широкоугольной для пущего эффекта. И теперь давайте настроим внешний вид всей нашей системы вен. Они сейчас слишком близко друг к другу находятся. Пойдем в pop-network. Здесь можно в pop-source 1, из которого у нас рождаются вторичные частицы. Можно во вкладке add rebutes вместо add to inherited velocity, выбрать set initial velocity. Таким образом, мы решим проблему, связанную с тем, что вторичные частицы идут слишком близко к изначальным. И получаются такие узкие вилки. Давайте посмотрим, что изменилось. Мне кажется, сейчас уже разлет идет больше. Давайте посмотрим. Так, trail. Time shift. Правильно. И результат. Вот они разлетелись явно больше. Давайте зафиксируем на trail. Пойдем в pop-network. Еще немного настроим. В axis-force мы можем вообще до нуля убрать suction speed. Отмотаем на начало. Посмотрим. Перейдем на финал и еще немного подвинем нашу камеру. Ну, допустим, выберем вот такой план. Как вы видите, сейчас у нас анимация достаточно нереалистичная, потому что вены у нас неподвижны. Было бы здорово, если бы они немного колыхались, как-то извивались. Давайте это реализуем. Поскольку нам не нужно какого-то сильного движения, оно должно быть достаточно слабым, чтобы не отвлекать от первичной анимации, мы сделаем все просто. Просто добавим к координатам точек шум. Например, после resample вставим pointwop. Нырнем внутрь. Здесь нам необходимо каким-то образом видоизменять позицию точки. Мы добавим шум, noise, anti-alliest noise. Заведем на его позицию позицию текущей точки. Сделаем в сигниче вместо одномерного шума трехмерный шум. То есть у нас на выходе шума будет вектор из трех случайных чисел. И добавим этот шум к изначальной позиции точки. Вот так. И результат выведем на обновленную позицию точки. Здесь у нас есть несколько параметров. Давайте мы их всех сделаем promote. И здесь у нас в pointwop. Давайте мы назовем его noise. Появились параметры шума. У нас уже, как вы видите, все сильно исказилось. Нам нужно уменьшить, конечно же, сильно частоту. Вот 0,1 допустим. Можно уменьшить roughness. И давайте сейчас попробуем это анимировать. Посмотрим, что получается. Анимировать мы будем параметром offset. Если мы сейчас с вами будем его двигать, вы увидите, что у нас наши вены двигаются в такой органичной манере. Давайте мы здесь делаем $f умножить на 0,1, например. И также скопируем этот параметр на offset y и offset z. Посмотрим на анимацию. Ну, слишком быстрая. Думаю, 0,0,1. Ну, вот уже более приятная анимация. Давайте на ней остановимся. Следующий момент, который я бы хотел добавить к нашим линиям, это smooth. Ну, то есть просто, чтобы загладить слишком какие-то острые углы. Давайте посмотрим, что он сделает. Его влияние минимальное в данном случае, потому что у нас и так достаточно гладкие кривые. Но все равно пригодится. Также у нас возможна ситуация, когда две линии где-то накладываются друг на друга. Из-за этого могут рождаться всякие неприятные артефакты. Давайте мы это исправим и добавим ноду fuse. Нода fuse просто склеивает те точки, которые оказываются слишком близко друг к другу. И сделает вместо них одно. Давайте мы посмотрим, есть ли от нее какой-то прок. Щелкаем на smooth. У нас 7407 точек. Щелкаем на fuse. У нас ничего не поменялось. Ну, то есть у нас нет таких точек, которые находятся экстремально близко друг к другу. Но на всякий случай эта нода не помешает. Теперь давайте посмотрим на результат. Снова сделаем флипбук уже с нашей камерой. Как мне кажется, все достаточно органично и интересно. Ну, и здесь в некоторых местах у нас есть проблемы. Например, вот в этом кадре, как видите, у нас идет пересечение двух вен. И здесь тоже. Естественно, таких пересечений будет гораздо больше. Мы никак не проверяли их наличие. Здесь просто мы удачно выбрали ракурс камеры. Если мы захотим камеру анимировать и как-то ее прогнать вдоль этих вен, мы так или иначе наткнемся на такое место, где будет очень некрасивое пересечение. К счастью, это достаточно просто исправить. Но исправлять придется вручную. Для этого мы перейдем на выход нашего ForEach. Эта нода у нас будет последней перед полю вайр. Включим отображение точек. Выключим привязку камеры. И давайте посмотрим, где именно у нас есть пересечение. Вот здесь у нас слишком близко кривые подходят друг к другу. Давайте мы выберем инструмент Select. Задержим здесь и выберем точки. То есть сейчас с помощью нашего инструмента мы сможем просто выбрать какую-то точку. Выберем, например, точку вот на этой кривой. Жмем Tab прямо над Viewport и начинаем набирать Soft Transform. Таким образом мы добавили ноду Soft Transform. И при этом в ее группу добавился автоматический номер выделенной нами точки. Давайте мы немного ее подвинем. Soft Transform двигает точку и при этом влияет на соседей этой точки. Здесь мы можем с помощью Soft Radius менять соответствующую кривизну этой линии. Ну как-то вот так. Вот здесь у нас прямо вот почти пересекаются точки. Выделяем новую точку. И для того, чтобы повторить предыдущую команду, над Viewport мы снимем клавишу Q. Вот у нас добавился еще нода Transform. Сделаем это как-то так. Увеличиваем Radius. И таким образом вам нужно будет пройтись по основным проблемным местам, которые вы увидите на своем флибуке, и все подправить. Теперь у нас накопилось какое-то количество этих нод Soft Transform. Давайте мы их выделим все и схлопнем в одну ноду, чтобы они нам не мешали. С помощью вот этого Create Subnet From Selected. Назовем ее Edit. Таким образом мы не сильно перегрузили нашу сеть, и мы всегда можем сюда вернуться и что-то еще отправить. Но теперь самое время приступать к настройке материала и созданию финального лука. Сначала давайте создадим свет. Я хочу, чтобы он у нас светил немного сзади. То есть был такой контровой. Выбираем нужную нам точку и с Ctrl щелкаем на Distant Light. Создается Distant Light. Здесь мы выберем его тип вместо Distant Sun. Он в принципе такой же, только тени будут более мягкие. Цвет мы выберем такой желтоватый. Остальное мы настроим по ходу дела. Также мы идем в Out. Создаем ноду Mantra. Здесь во вкладке Rendering мы выберем движок Physically Based Rendering. Остальные параметры тоже потом настроим. Переходим в Render View. Mantra, Rob Camera и нажмем Render. Посмотрим на что есть сейчас. Отлично. Займемся шейдером. Идем в Shop Network. Здесь выберем 3 View. И, как ни странно, для основы для нашего шейдера я выберу шейдер, который называется Stone, то есть камень. На самом деле достаточно неплохой процедурный шейдер. Давайте посмотрим, как он выглядит. Я могу просто перенести его на объект даже в окне Render View. Вот уже все выглядит более интересно. Как вы видите, у этого шейдера есть такой шум на бампе. У него есть дополнительные цвета, которыми окрашиваются всякие каверны на этом якобы камне. Для начала немного увеличим мощность нашего света. 1.3, например. Вернемся к шейдеру. Здесь выберем Base Color. Какой-нибудь красный. Stone Pattern мы тоже должны здесь поменять цвета. Уже всю сторону какого-то розового, красного, темно-красного. И также в Dirt можно поменять цвет. Сделаем его более отражающим, как положено подобным поверхностям. Идем в Reflect. Увеличиваем Specular Intensity. А также можно уменьшить Specular Angle. То есть, условно говоря, Blur нашего отражения. Так вот, я уменьшил угол достаточно сильно. А здесь опять же можно уменьшить интенсивность. Поменять цвет отражения на какой-нибудь тоже розоватый. Ну и теперь самое главное нам нужно сделать, чтобы наш материал просвечивал. При этом мы хотим, чтобы он просвечивал в утолщениях немного больше. Давайте начнем с простого. Нырнем внутрь шейдера Stone. И немного его здесь подправим. Если вы попытаетесь с ним разобраться, здесь нет ничего сложного. Здесь есть несколько карт. Здесь есть несколько шумов. которые всячески смешиваются и идут в ноду Subsurface Model. И здесь есть возможность настраивать все возможные параметры. Нас интересует Subsurface Scattering. Как вы видите, он вообще не задействован в шейдере камня. Это, в общем, естественно. Давайте мы его включим. И увидим, что у нас все поменялось. Зададим здесь базовые настройки. Сделаем Subsurface Color таким же, как Diffuse. Для этого мы возьмем Diffuse Color. Вот он у нас. И подключим его на Subsurface Color. Так, вот красный цвет вернулся. Здесь мы можем увеличить альбедо. Ну, то есть, в общем-то, интенсивность, по большому счету, нашего подповерхностного рассеивания. Мы еще поиграем с этим параметром. Также нам понадобится параметр Attenuation Density. Это такая плотность материала. То есть, насколько свет будет проникать внутрь. Если мы этот параметр уменьшаем, то материал становится как бы более прозрачным. Если мы его увеличиваем, то наоборот. И давайте на Attenuation Color мы точно так же скопируем наш общий цвет. FaceCopy at Relative Reference. Сейчас у нас здесь есть и Single, и Multiple Scattering. Мы можем какой-то из них, например, отключить. Но давайте мы изменим Multimodule вместо Re-Traced. Поставим Global Point Cloud. На мой вкус, эта модель дает более чистый материал с меньшим количеством шума. Вот, как видите, уже здесь у нас трубки просвечивают. А также можно изменить параметр Scattering Face. Увеличить. Вот вы видите, у нас уже появился объем, мы видим какие-то внутренности этих трубок. И теперь самое интересное. Мы хотим сделать так, чтобы на утолщениях материал просвечивал очень сильно, а на тонких местах он просвечивал слабее. Для этого нам придется здесь создать свою логику. Но для начала нам понадобится атрибут. У нас, конечно, есть атрибут Width, который определяет толщину. Но, как вы помните, он отличается от 0.05 до еще какого-то значения. В общем, не сильно полезно. Мы хотим иметь атрибут от 0 до 1. Вернемся в нашу сеть. Вспомним, где мы создаем эти атрибуты. Вот здесь forEach. Самое простое, что мы можем сделать, это добавить еще один атрибут. Например, с названием blob. И в левой ветке, то есть где у нас идет тонкая линия, он будет равен нулю. Точка запятой. Я написал собака blob равно нулю. А во второй ветке будет собака blob равно единице. Точка запятой. И атрибут transfer у нас точно так же передаст и этот атрибут тоже. Давайте проверим. Вот у нас появился атрибут blob. И как видите, он везде равен нулю, а в зоне утолщения он увеличивается до единицы. Отлично. В шейдере мы воспользуемся этим атрибутом для того, чтобы регулировать параметры рассеяния. Давайте вернемся в шейдер. Кроме наполнения экрана, здесь нам надо немного прибраться. Оттащим вот это все в сторону. Ну, давайте мы сделаем ноду bind. В ней мы прочитаем атрибут blob. Он у нас float. И сделаем fit range. А результат поместим в sssint. Ну, то есть subsurface scattering intensity. У нас атрибут меняется от нуля до единицы, а финальное значение мы захотим сделать промоут. Давайте мы назовем этот атрибут минимум sssint. А этот параметр мы назовем максимум sssint. Возвращаемся наверх. Вот он у нас в самом низу. Давайте как-то мы это организуем. Сделаем папочку для них отдельную. Сделаем отдельный фолдер с названием sss. И в него поместим эти два атрибута. И давайте перетащим эту папку к нашему surface. Accept. Вот у нас появилась новая папка. Допустим, мы хотим, чтобы интенсивность у нас менялась от 0.5 до 5. Посмотрим, что получается. Вот отлично. Уже видно, что у нас наши утолщения больше просвечивают, чем тонкие линии. Вернемся обратно в шейдер. И просто добавим еще один фит. Сейчас, если вы посмотрите, у нас на этой ноде нет такого параметра. Дело в том, что часть параметров просто скрыта. Зайдем сюда в more. И здесь уже выберем то, что нам необходимо. Нас интересует вот этот параметр attenuation density sss-atten. Кликаем сюда. Вот он у нас сразу же появился и даже предлагает куда-то его подключить. Мы подключим его к fit. И здесь точно так же мы сделаем промоут этих параметров. Это будет sss-atten. Minimum sss-attenuation. Этот будет maximum sss-attenuation. Обходимся наверх. Точно так же войдем в edit параметр interface и перекинем их в нашу папку. Accept. Здесь у нас минимум и максимум intensity поменялись местами. Просто они в папку сложились не в том порядке. Поправим по-быстрому. минимум максимум. Минимум-максимум. Это должно быть 0,5. Давайте максимум мы уменьшим до единицы. Не будем делать такой большой интенсивность. А силу просвечивания поменяем нашим attenuation. Итак, минимум attenuation у нас должен быть достаточно высокий. Допустим, 15. А максимум должен быть достаточно низкий. И вот у нас тот самый результат, которого мы ждали. Как видите, у нас утолщение просвечивает достаточно сильно. Трубки просвечивают слабее. И видно, что свет в них проникает на маленькую глубину. В общем, все здорово. Теперь осталось просто поиграть этими параметрами, добиться нужного результата. Здесь вот может быть даже уменьшить. Или можно наоборот поменять местами эти параметры. Здесь сделать например меньше, а здесь сделать больше. И таким образом у нас внутри утолщения появляется какое-то уплотнение. Тоже может быть достаточно интересный эффект. Ну, в общем, дело вкуса. Играйте параметрами, добивайтесь нужного вам результата. Давайте мы вернем сюда как-то как-то так. Ну, вот, пожалуй, и все. Я показал вам все основные моменты, которые необходимы для создания этой анимации. Теперь вы можете, играя этими параметрами, настраивая шейдер, настраивая конфигурацию ваших линий и скорость прохождения частиц, добиться того результата, который нужен именно вам. Желаю вам удачи. Надеюсь, ваш рендер будет гораздо интереснее моего. Встретимся в следующих уроках. Субтитры создавал DimaTorzok